Пока парламентарии жонглируют медицинской реформой, в Украине за последние 10 дней зафиксировано 6 случаев ботулизма. Один человек, это 40-летний киевлянин, скончался. Без своевременного введения сыворотки пациенты обречены, но вот уже 3 года препарата нет. В чем причина и что говорит Минздрав? В конце прошлого месяца копченая рыба из супермаркета уложила троих киевлян на больничную койку. Диагноз – ботулизм. Один мужчина умер. На прилавке супермаркета эта рыба попала вот отсюда. Железный ангар на окраине Светловодска. Без вывески, но с многочисленными камерами наружного наблюдения. Сегодня рыбный цех на замке. На территории мы увидели только котов. Еще в пятницу работу цеха остановила полиция. Это порушение санитарных норм с тяжкими насликами. Подозреваемых на сегодняшний день, как таковых, скажем, но есть информация относительно той информации, что они дали из города Киева. Есть производители, которые все не зарегистрированы. В Сумах вчера в тяжелом состоянии доставили в больницу фельдшера экстренной медицины. Тоже с подозрением на ботулизм. Житель поселка Недригайлов накануне в компании ел вяленую рыбу. Приобрели ее на местном стихийном рынке. Фельдшеру повезло. Родственники нашли и привезли сыворотку. Это была последняя в Сумах доза из гуманитарной помощи, которую в прошлом году прислали из Польши. А вот в больнице ее просто нет. К сожалению, это проблема. Сегодня сыворотка против ботулиническая, как, впрочем, и противодифтерийная, не зарегистрирована в таможенной территории Украины. Сыворотку от такого опасного заболевания, как ботулизм, в украинские больницы не поступают с 2014 года. Как объяснили в Минздраве, тогда закончилось действие сертификата о госрегистрации препарата российского производства. Нового поставщика ищут уже третий год. И вот сейчас, по заверениям чиновников, идет процесс регистрации препаратов и вакцин французского производства. На Украину, ну, потребно, там, колька десятков тысяч доз. Четко написано, что держава має активно забезпечувати безпеку своих громадян. Статья третья Конституции. Держава має активно це робити, а не чекати, коли прийде дядя и скажет, что давай, ось тобі сыворотка. А в Светловодске, откуда в столичний супермаркет привезли рыбу, зараженную ботулизмом, местные рыбаки сегодня заняты любимым делом. Рыбу ловят, солят и коптят. И беспечно уверяют, их никакой ботулизм не возьмет. А ботулизм? Це тільки від копченої риби може бути. Та і все. Що ж там про нього чуть? Я переживаю, як не клює, а як клює, то плач. Елена Брынза, Елена Миндалюк, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер.